Суть моей жизни составляли айподы, айпэды и маки. И теперь Эппл кажется мне немного навязчивым. Он проберётся внутрь меня? Мне нужен рентген. Мне просканировали мозг. Что там происходит, когда я вижу айфон? Думаю, у вас особые отношения с вашим айфоном. Последние исследования обнаружили повышенную активность в двух областях мозга людей, влюблённых в айфоны. Вы слышали, что я сказал? Влюблённых. Исследования показали, что при использовании айфона активизируются те же участки мозга, как когда вы в кого-то влюблены. Без сомнения, это объясняет, почему люди обожают телефоны. Мы также обнаружили активность в области миндалин. Миндалины — это та зона, где отражается страх. При пользовании айфоном она также активна, потому что вы боитесь быть отрезанным от мира. Айфону удалось зайти гораздо дальше, чем большинству мобильных телефонов. Он активизирует не только фактор страха, но и фактор любви. Вот почему Эппл процветает. Корпорация несокрушима. Разве можно бороться с любовью? Если люди перестают рассматривать какой-то аппарат лишь как функциональный предмет, если начинают испытывать к нему эмоции, цена уже не имеет значения. Это как если бы я попросил вас оценить вашу подругу. Если бы спросил, сколько она стоит, вы бы ответили. Мартин, как вы смеете задавать мне подобные вопросы? А если бы я положил глаз на ваш айфон? Если бы захотел купить его, как есть, со всеми вашими приложениями, со всеми контактами. Сколько? Сколько? Я бы лучше продал свою подругу. Будем надеяться, она об этом не узнает.